Продолжение следует... Это связь с Библией, единство и последовательность. Связь с Библией, единство и последовательность. И сейчас мы по порядку пройдем. Чем отличается хороший план? Когда вы составляете план проповеди? Первое. План должен быть связан с Библией или с текстом. План должен отражать основную мысль текста. Его тезисы должны основываться на тексте Библии, раскрывать их основную тему. Мы берем текст и план строго следует по тексту Библии. Лозунгом или девизом своего рода вот этого института является текст из Ездры 7.10. И вот план составленный на основании этого текста. Заметьте, план полностью отражает, следует тексту. Отражает текст. Связан с Библией, с текстом. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать Библию, исполнять написанное в Библии и учить Библию. И вот план, четкий, ясный план. Изучать Библию, исполнять написанное в Библии, учить Библию. В других текстах иногда структуру обнаружить сложнее. И нам приходится работать, мы вчера работали с текстами по Матфею, Евангелия Матфея. Иногда нам было сложновато обнаружить структуру. Хотя тоже могли, если поработать немножко, можно обнаружить. Взять Иоанна 3.16, мы сегодня будем работать. Там ясная структура. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Как бы четырехчастная структура. Четыре части. И на основании их мы можем строить проповедь. План всегда связан в Библии. Проповедник постоянно в своем плане обращается к Библии. Строит на основании Библии, на основании текста Библии. Это первый пункт. Второй пункт. Единство. План, хороший план отличается единством. Хороший план отличается единством. Хороший план похож не на куст, а на дерево. Ну, я не художник, но если вот так представить, вот это будет дерево, что-то похожее, здесь листочки, вот, и вот это куст. В дереве есть ясная, четкая идея, мысль, ствол, это главная мысль, в нем есть ветви, это второстепенные подпункты и листья, иллюстрации. Куст такая расплывчатая структура, нет главной мысли, человек не помнит точно о чем говорил проповедник. И вот хорошие проповедники обращают большое внимание на единство текста и на ясность структуры, четкость, ясность структуры. Вот пресс-фитер, пастор церкви Муди Чорщ, такая церковь Чикаго, Эрвин Люцер, он говорил о двух самых вещах, которых он научился из своего изучения Гомилетики, которые были самыми важными для него. Первое, у проповеди должна быть одна мысль, идея, и второе, проповедь должна иметь единство, порядок и прогресс. Одна главная мысль, единство, порядок и прогресс. Единство это одна из ключевых характеристик хорошего плана. Проповедник понимает суть, знает о чем он говорит и четко, ясно рассматривает вот с разных сторон одну идею. Например, Джон Весли, вот план его проповеди, оправдание верою, так звучит. Что является основанием для доктрины оправдания? Первый пункт. Второй пункт, что такое оправдание? Третий, кто получает оправдание? Четвертый, на каких условиях можно получить оправдание? Очень ясно, четко и понятно. Оправдание и разные вопросы, которые говорят об этом. Вот еще один пример, я привел, это единство, виды молитвы. Мы проповедуем о молитве. У нас готовый план. Первый пункт, молитва исповедания, молитва поклонения. Второй, молитва ходатайства, молитва прошения. Этот план имеет единство. Скажем, второй план хуже. Второй план, вот тоже о молитве. У меня здесь четыре пункта. Например, я тоже захотел бы сказать проповедь о молитве. Я бы так составил, допустим. Первое, когда молиться. Второй пункт, где молиться. Третье, молитва благодарности. Четвертый пункт, как молиться. Ну, вы сразу видите, что план плохой. Например, третий пункт выпадает из этого. Он как-то не подходит. Единство достигается за счет параллелизма мысли в пунктах проповеди. Вот здесь, в данном случае, вот этого параллелизма мысли нет. Нет параллелизма ясности мысли. Сбиваются пункты. И вот вы, когда работаете над проповедью, вы всегда строите план. Делаете на листочке или в компьютере, в файле план. И четко прослеживаете пункты плана. Насколько они между собой параллельны. Вот как они следуют, исходят друг из друга. Как они последуют один за другим. Как они связаны друг с другом. Действительно ли они связаны друг с другом. Есть ли параллелизм в пунктах проповеди? И еще один момент. Единство достигается за счет возвращения к теме, повторения. Вот мне нравится проповедь. Я не помню имя этого проповедника. Он произносил проповедь на тему «Постарайся прийти ко мне скоро. Постарайся прийти ко мне до зимы». Это слова апостола Павла, когда он обращался к Тимофею. И к другу своему, сотруднику, сотруднику. И просил прийти к нему. И вот он так ярко показал, проповедь у него была единой, цельной. И вот это единство достигалось тем, что он постоянно в течение проповеди повторял эту фразу. «Постарайся прийти ко мне до зимы». Вот и он рассматривал разные аспекты. Он говорил о том, что мы должны успеть некоторые вещи до зимы. Мы должны успеть покаяться. Мы должны успеть сделать доброе дело. Мы должны успеть навестить старого человека, как это должен был сделать Тимофей и так далее. Но он повторял эту фразу. «Постарайся прийти ко мне до зимы». И у людей осталась она. После проповеди осталась эта мысль. «Постарайся сделать что-то как можно скорее. Время коротко. Скоро наступит зима. Скоро закончится время жизни в этом мире. И постарайся прийти и сделать это скоро». Развитие. Есть единство. Есть повторение. Одна и та же фраза. Итак, связь с Библией. Запомните. Второе. Единство. Проповедь хорошая отличается единством. И третий важный момент. Последовательность, прогресс, развитие мысли. В хорошей проповеди наблюдается последовательность в развитии мысли. Мы идем от неизвестного, то есть вернее от известного к неизвестному, от простого к сложному, от негативного к положительному. Это как цветок. Сначала семя, потом стебель начинает расти, потом распускается, ствол вырастает, и наконец цветок, и постепенно-постепенно он раскрывается. И вот в этом суть и хорошая проповедь наша тоже. Имеет такую последовательность и развитие. Вспомните проповедь Христа. Или притчу Христа о милосердном самарянии. Как развивается мысль у Христа. Он говорит о священнике. Напряжение растет. Затем он говорит о левите, как левит. Люди еще более волнуются. Потом идет самарянин. И кульминация мысли. Кульминация. Самарянин оказывает помощь вот этому человеку. Вот этим отличаются проповеди апостола Петра. В день Пятидесятницы. Помните, как Петр последовательно развивал свою мысль. У него был прогресс, развитие. И в конце он пришел к тому, что люди спросили. А что же нам делать, мужи, братья? Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Последовательность, развитие мысли. Имеет очень и очень большое значение. Вот как пример развития мысли. Проповедь на основании 4 царства. 4 глава с 1 по 7 стих. Это история о женщине, в которой была проблема. Она была вдовой, двое детей. Детей хотели забрать. И вот помните, пришел пророк и умножил масло. Вот когда она собрала сосуды у своих соседей. И наполнила эти сосуды, продала и получила масло. И вот здесь на основании этой идеи, текста можно было составить проповедь на тему добрый Бог. О Боге. И вот пункты проповеди в последовательности, в развитии. Бог дает нам. Сначала мы говорим о том, что делает Бог вообще. Что Бог добрый. Он много дает нам. Потом второй пункт. Бог делает много из малого. Мы говорим о том, как из малого количества масла Бог сделал много. Потом мы усиливаем мысль. И мы говорим о том, что Бог делает много из ничего. Это на основании того, что некоторые комментаторы утверждают, что в еврейском тексте написано буквально, что там масла не было. То есть это был сосуд для масла. Не сосуд с маслом, а сосуд, который использовался для масла. Там практически ничего не было. И вот здесь мы усиливаем мысль. Мы начинаем в общем говорить о Боге, о его милости. И потом приходим к тому, что Бог настолько велик, что Бог делает многое прямо из ничего. То есть Бог настолько велик и мудр. И вот таким образом мы достигаем цели. Три таких подпункта, которые объясняют вот этот пункт единства, последовательности развития мысли. Первое. Пункты должны иметь хронологическую или логическую последовательность, если мы строим проповедь. Например, проповедь на тему перст Божий. Исход 8 глава 16-19 стих. Это помните, когда Бог наказывал Египет. И затем волхвы попытались подражать Моисею, тоже произвести мошек из земли. И они не смогли, и они сказали, это перст Божий. И вот здесь на основании этого текста я составляю проповеди. Три пункта в этой проповеди основных. Первое. Бог действует в природе. Как Бог управляет природой. Как Он чудеса показывает в природе. Ну, в жизни Израиля, особенно в то время. Второе. Как Бог действует среди людей. Как Он меняет людей. Что Он делает с людьми. И третье. Как Бог действует в твоей и моей жизни. И согласитесь, ну, это хорошая довольно последовательность плана. Если бы мы перевернули план, было бы лучше или хуже. Как вы думаете? Вот если нам перевернуть этот план. Ну, мы начали бы говорить сначала, Бог действует в моей жизни. Затем Бог действует среди людей, Бог действует в природе. Ну, тоже, наверное, есть какая-то логика. Но вот такой план мне больше нравится тем, что он как бы суживает тему. И ставит человека перед выбором, перед Богом. Мы начинаем с общего откровения Бога в природе. О том, как Бог действует. Сотворил мир. Как Бог делает в этой природе. Посылает дождь. Солнце встает. Потом, как Бог действует в церкви среди людей. Но мы затем фокус. А Бог в твоем сердце. Что Бог делает с тобою? Логическая или хронологическая связь. Вот мы приходим к самому важному. Что делает Бог в твоей жизни? Или проповедь на Рождество. Вот я назвал тему проповеди «Три Рождества». Проповедь на Рождество. И вот я говорил, три пункта было в проповеди. Первый пункт – это предвечное рождение Христа. Написано, что Христос рожден прежде всякой твари. Это то, о чем мы даже не знаем. Это настолько что-то непонятное для нас. Глубина такая, в которую мы не знаем, сможем ли проникнуть когда-либо. Второе. Я говорил о рождении Христа в яслях. Это то, о чем мы знаем. Это то, что случилось 2000 лет тому назад. Мы знаем обстоятельства, время, ясли. Третье – о рождении Христа в сердцах людей. И вот здесь есть логическая последовательность. Мы идем от большого, от универсального, от космического. Мы приходим к историческому, к рождению Христа в Вифриеме. И затем мы идем к каждому человеку, к каждому сердцу. Что Бог делает с тобой? Христос может родиться в твоем сердце. И вот здесь мы наблюдаем вот эту логическую или такую хронологическую, но скорее здесь логическая связь. Такая, что чему ведет Бог? Мы идем от широкого, мы сужаем тему. Мы как стрелой поражаем сердце человека. Идем от большего к меньшему. Пункты должны иметь логическую или хронологическую связь. Еще один момент. Психологическая последовательность проповеди. Не забудьте, психологическая последовательность. Проповедь не должна вводить людей в депрессию. Мы можем описать все ужасы ада. Мы можем рассказать, что будет с теми, кто грешит, и чем это закончится. Но Евангелие – это радостная весть. И нельзя человека оставлять после проповеди перед закрытой дверью. Кто-то из вас, может быть, бывал в кинотеатрах, хотя верующие обычно не посещают кинотеатры, но случайно или в прошлой жизни. И когда свет гаснет, там есть над дверями надпись «выход», «выход», «выход». Людям, которые страдают клаустрофобией, очень важно видеть, как-то чувствовать, что они не в закрытом пространстве. Есть выход какой-то. И проповедь, проповедник всегда показывает, что есть выход. В проповеди есть вот эта психологическая последовательность. Проповедник может закончить проповедь словами. «Недолг час, Господь придет, и все грешники будут в аду. Аминь». Что дальше? Человек уйдет в собрание. Что он получит? Чем он будет жить дальше? Но хорошо сказать о том, что у вас есть возможность провести время в лучшем месте. Господь любит вас, Господь спасает, и мы показываем выход. То есть здесь психологическая последовательность. Мы ведем людей от худшего к лучшему. Мы обличаем грешников, это одна из задач проповедника, мы не просто гладим людей по головке. Иногда мы так смело обличаем во грехе людей, в каких-то вот там в заботах житейских и прочем, в гордости, в объедении. Любой грех, чем люди грешат, мы обличаем. Но мы всегда говорим о лучшем. Что Бог предлагает? Благодать его. Что мы можем получить в Боге? Что дает Бог? Как можно исправить ситуацию? Проповеди должна быть ясная психологическая последовательность. От худшего к лучшему. От простого к сложному. От известного, от самого простого к более сложному и особенно к радостному. Может быть от печального к радостному, к радости. И последний, третий подпункт этого пункта, это кульминация мысли. Не забывайте о кульминации мысли. В хорошей проповеди есть хорошая кульминация мысли. Мне понравился план на основании проповедника Александра Макларена, на основании третьей главы книги Ионы. Вот помните Иона, книга, когда Иона бежала от Бога, затем Бог ему дал второй шанс. И Иона пришел в Неневию, проповедовал и все покаялись. И вот на основании третьей главы он составил такой план проповеди. Первый пункт. Покаяние Ионы. Второй пункт. Покаяние неневитян. И третий пункт. Раскаяние Бога. Ну это точно соответствует тексту. Но здесь есть такая ясная, четкая последовательность и кульминация мысли. Первое. Иона покаялся и пошел в Неневию. Второе. Неневитяне послушали Иону и они раскаялись. Написано. Сели во вретище в пепле. И третье написано, чем заканчивается глава. И раскаялся Бог, что наведет бедствие на город и не навел. И здесь очень ясное, сильное такое раскрытие. Когда кается человек, тогда каются другие люди. Когда каются другие люди, тогда кается Бог. Ну так образно говоря, так написано, Бог раскаялся. Бог отменил бедствие, которое собирался на них навести. И не навел на них это бедствие. И вот здесь кульминация мысли. Конечно, кульминация мысли особенно важна в евангелизационной проповеди. Когда мы призываем людей к покаянию. Тогда мы четко ведем, показываем старая жизнь такая. Новая жизнь такова, как это делал Проханан. И о том, как старая жизнь может сделаться новой. Это кульминация. Что ты можешь сделать для того, чтобы быть спасенным. Для того, чтобы спастись. Кульминация мысли. Хотя, я думаю, не только даже в проповедях евангелизационных, даже в обычных проповедях. Заметьте, нам самим интересно слушать, когда проповедник последовательно развивает мысль. Когда он начинает так с простого, потом сложнее, сложнее, сложнее. И цветок распускается, распускается. Или когда вы берете подарок, представляете себе, иногда бывают такие случаи, заворачивают подарок в 20-30 бумажек. Разворачиваешь, напряжение растет. Разворачиваешь, разворачиваешь. Что там может быть? Что может быть в этом подарке? Напряжение растет, все волнуются, переживают. И мы как проповедники. Про спержина говорил, да? Спержин разворачивает, разворачивает истину, разворачивает. И потом мы видим прекрасный цветок. Или какой-то подарок, бриллиант какой-то находится. И вот хорошая проповедь этим отличается. Что в проповеди есть развитие. Всегда, когда мы готовим проповедь, мы задаем себе вопрос, как мой план связан с Библией? Я составил план, как он связан с Библией? Как пункты согласуются с друг с другом? За счет чего я достигаю единства? Каким образом я развиваю мысль в проповеди? И это нам поможет сохранить ясность и мысли проповедника, оказывает лучшее воздействие на слушателей. Конечно, Бог говорил многократно, многообразно, и тем более мы стремимся уподобиться Богу и тоже разнообразно проповедуем. И используем разные планы. Мы не используем один и тот же план, но тем не менее мы ясно, четко, цельно, последовательно преподносим истину. Еще один момент, прежде чем заканчивать на эту тему разговор. Полезно позаботиться о простоте плана. Когда вы составляете план, у вас есть на листочке или в компьютере план, постарайтесь, чтобы он был простым. Есть великие проповедники, которые могут сложные планы делать. Известно, что в одной проповеди препятствие к возрождению Чарльза Финея было 22 пункта, не меньше 22 пункта. Это может быть многовато для нас, простых проповедников. Некоторые братья придерживаются священной цифры 7. Вот я знаю одного проповедника у нас, который постоянно старается, чтобы у него в проповеди было 7 пунктов. Ну и тогда проповедь совершенна. Но может быть даже 3 пункта и неплохо. Вот как делает Спержин. 3, 4 пункта, 5, 2. Да, как зовут Александр. Как делает Спержин и Чарльз Спержин и Александр. 3 пункта лучше делать. Билли Грэм тот же делал. 3, 4 пункта. Дело в том, что и сами люди не смогут воспринять большое количество пунктов. Вы можете их сделать. Но смогут люди что-то вспомнить уже после 5, 7, 10 пункта. Поэтому лучше ясный, четкий, простой план. Вот самый простой план. Здесь меня и водят на презентации, но я скажу. План это проповедник Артур Гассып. Это один американский проповедник. Вот как он ясно проповедовал о спасении. На основании 2 Коринфянам 1.10. 3 пункта его плана. Очень простые. Первый пункт. Он спас меня. Второй пункт. Он спасает меня. Третий пункт. Он спасет меня. Очень ясно. Настолько запоминается, что Бог сделал в прошлом со мной. Что Бог делает сейчас. Что Он сделает в будущем. Спас, спасет. Спасает, спасет. Или еще один пункт. Обещание Христа усталым. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот на основании этого текста. У него 3 пункта. Первое. Жить со Христом. Второй пункт. Жить как Христос. Третье. Жить для Христа. И такие планы. Чем проще план, тем он легче запоминается. Вот даже такие простые планы. Вот покаяние ионами, неветян Бога. Или предвечное рождение Христа. Рождение Христа в ястрях. Рождение в сердцах. Есть фокус. Есть цель. Направленность какая-то. И она достигает своей цели. Людям это запоминается. Обратите, братья, внимание на план. Если у вас есть план. Пол дела уже готово. Если вы составили план проповеди, половина проповеди готова. Вам потом останется только распределить материал. Вы потом берете ваши данные историко-культурного анализа. Ваши примеры, иллюстрации. И просто их распределяете. Вам осталось только вложить их в свои ячейки. У вас уже структура готова. Вы только вкладываете. Этот примерчик сюда. Этот сюда. Сюда. Это иллюстрация, сравнение. Вот это мысли. В этот раздел. Когда у вас есть план, вам намного проще распределять материал. И уже проповедь готова. И уже вы можете с планом выйти на кафедру. И уже останется какая-то мысль у людей. Конечно, Господь не ограничен никакими правилами риторики или гомилетики. Написано, что дух животворит, плод не пользует немало. Поэтому мы не связываем себя планами. И мы здесь не говорим, что хорошая проповедь только и всегда должна иметь три пункта. Вот такой последовательности, в таком изложении. Три или четыре. Но особенно в начале, особенно молодым проповедникам полезно все-таки придерживаться каких-то правил. Полезно четко следовать структуре. И это будет благословением для них. Потом, когда они уже научатся, они могут так свободнее, может быть, обращаться с планом. Но особенно в начале очень полезно, прежде чем мы овладеем всеми правилами, четко и ясно строить план проповеди и, соответственно, этому плану устраивать саму проповедь. Итак, связь с Библией, единство, последовательность мысли. Запомните, связь с Библией, единство плана, последовательность мысли. Было бы хорошо, если бы мы даже сделали небольшое упражнение вместе с вами. Как вы на это смотрите? Можно будет сделать, да? Давайте возьмем самый простой текст. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. И мы составим, будем вместе сейчас работать. Вот начнем с самого простого. Мы составим 3 плана. Сразу можно разбить текст, как я говорил, на подразделы. Это нам будет удобнее работать с ними. Так, давайте, знаете, какую-то тему. Напишем проповедь на тему, план проповеди на тему любовь Божия. На этот стих можно много проповедей говорить. Можно много проповедей написать. Но мы напишем, сейчас наша будет тема, любовь Божия. И я буду сразу это представлять, то, что вы будете говорить. Результат вашей работы сразу будет представляться здесь на доске. И мы будем анализировать. Вот как мы, в такой простой ситуации, что мы делаем. Значит, тема нашей проповеди, любовь Божия. 3-4 пункта проповеди. Давайте так последовательно, вот как написано в тексте Библии, попробуем учесть эти пожелания. Связь Библии, единство, последовательность. Первый пункт. Хорошо. Бог возлюбил или... Ну, по-разному можно написать. Бог возлюбил мир, допустим. Хорошо. Второй пункт. Насколько сильна любовь? Сила любви. Можно тогда, да. Первый лучше будет, как брат говорил. Божья любовь. Ну, как бы, в общем, Бог возлюбил мир. Любовь к миру. Второй. Сила Божьей любви, да? Божьей любви к миру. Это с такой силой, что отдал сына, да? Хорошо. Третье. Что он нам дает? Что дает нам Бога? Что дает жизнь? Что дает эта любовь? Нет. Это, как мы выразим лучше, чтобы красивее звучало здесь. Вот. Божья любовь, сила любви. Что дает эта... Что мы имеем в виду? Результат или цель? Или... Жизнь вечная. Результат любви. Результат любви, да. Ну, фактически вот здесь три пункта может быть. Божья любовь. Мы говорим, в общем, Бог возлюбил мир. Какова сила этой любви? Такова, что Бог отдал. Здесь мы можем, кстати, тоже, например, сделать подпункты какие-то в этом пункте. Вот. Что Бог отдал... Бог отдал... Там. Бог отдал сына. Бог отдал сына своего. И потом там подпункт, что единородного. Допустим, чтобы показать силу божьей любви, мы можем подпункт сделать. Да, показать, что Бог не просто отдал, он отдал сына. Не просто сына, он своего отдал. И не просто своего, но единственного. Показать эту силу любви. И потом результат любви. Вот. Какой результат? спасение спасение ну может быть до спасение от погибели может быть в так двух вариантах спасения погибель или жизнь вечная или примирение можно да по-разному выразить это жизнь вечная кстати да можно об этом сказал вечный но и здесь уже уже здесь и можно еще что-то добавить но здесь если им проповедь евангелиционная может быть в заключение ну тогда что мы забавим заключение вот сам призыв что нужно сделать познать эту любовь по этому тексту вот если мы читаем текст иоанна 3 16 что нужно сделать чтобы получить жизнь вечную дабы всякий дабы всякий верующий уверую здесь план соответствует в целом библии мы идем по тексту есть параллелизм любовь божья сила божьей любви результат любви и есть какой-то вывод хорошо давайте опять этот же текст но мы возьмем другую тему мы возьмем тему вечная жизнь допустим на основании той же темы на основании того же текста мы проповедь наша называется вечная жизнь давайте попробуем так поработать как мы сделаем вот основная тема вечная жизнь ибо так возлюбил бог мир ведь я в конце результат вечная жизнь вот чтобы имел жизнь вечную вот мы говорим на тему вечная жизнь мы начинаем с первого пункта ибо так возлюбил бог мир что-то говорит о вечной жизни о чем это вот как это связано с вечной жизни вот это выражение ибо так возлюбил бог мир это подумаем ну давайте начнем так с первого пункта так скажем это источник сам источник вот вечной жизни откуда все исходят допустим источник вечной жизни так второй пункт что отдал сына своего единородного о чем это говорит жертва о жертве что это путь путь третий пункт будет хорошим кстати пункт дабы всякий верующий в него не погиб а здесь как мы получаем или как лучше сказать может быть это дальше будет потому что что отдал сына своего единородного может быть цена скажем может быть цена вечной жизни какая сын единородный божий дальше мы говорили путь к вечной жизни да или получение вечной жизни допустим ну не знаю как можно так и так дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную и смотрите у нас на основании тех же стихов получается другая проповедь у нас была одна проповедь сейчас другая проповедь на основании того же стиха поэтому просто обменяется тема меняется проповедь но при этом смотрите пункты наши остаются такими же соответствует да они соответствуют последовательности и есть параллелизм и есть развитие мысли мы говорим в общем источник вертой жизни это что-то общее далекое ну как не то что общее но это боге пока еще далеко от нас потом мы говорим о том что дело бог напряжение возрастает что бог сделал для того чтобы получить вечную жизнь а потом мы обращаемся к человеку давайте еще от мир одну тему сделаем спасение вот мы решили проповедовать о спасении ну по сути здесь может быть тот же да как мы говорили источник любви источник спасения сути можно было бы также говорить источник спасения как мы здесь писали цена спасения получение спасения то есть поменять но проповедь будет другой заметьте как мы говорили о вечной жизни мы говорили о сущности вечной жизни так мы говорим о конечном результате да говорим о начальном я процессе хотя спасение вечная жизнь по сути это есть это спасение это это есть спасение для личной жизни мы спасены это это есть просто мне кажется сами ветви будут другие как вы говорили то есть это три этих пункта а ветви какие-то примеры мы другие тексты из Библии привлечем если мы будем говорить о вечной жизни мы другие тексты возьмем из Библии например, сияй с вечной жизнью да знают тебя и послал тобой Иисуса Христа то есть мы другие тексты привлечем и мы раскроем немного другой аспект спасения один проповедник представил такую тему как связал Иоанна 3.16 и Ефесинам 3.18 помните широта, высота, долгота Божьей любви вот тоже можно говорить он говорил о широта любви вот это тоже можно сказать любовь Божья например, широта любви потом это широта любви в чем заключается Бог возлюбил мир очень широкая Божья потом, долгота любви ну здесь не знаю, может быть и разные такие моменты здесь он использовал вот этот раздел пункт, что Бог отдал сына как бы показывал насколько она в своих продолжительностях он заклан был еще от создания мира поэтому долготой это тоже можно объяснить потом глубина любви здесь он обратился к тому, что всякий человек всякий, то есть глубина к любому греху идет в любой грех спасает, прощает и четвертое высота любви вечная жизнь имел жизнь вечную это уже другая проповедь и только заключение получи вечную жизнь прими то есть мы берем такой вот простой самый простой пример и на основании этого примера можно составить много много-много проповедей причем разных проповедей согласитесь хорошо давайте вот продолжим и мы сделаем тематическую проповедь тематическую проповедь на тему ну допустим препятствия в молитве какие пункты были бы у нас ну это уже такая более для членов церкви проповедь что бы вы предложили главным препятствием грех является ну в общем можно говорить о грехе может быть подразделы сделать какие-то греха может быть грех ну давайте начнем с этого ну да пока так что еще препятствует потеря вдохновения вдохновение как там выразить это может быть суета вот это заботы как когда мы говорим не бодрствование не бодрствование бодрствование в молитвах 1 Петра там о женах и молитвах что-то говорится да 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 отношения в семье наверное что-то неправильное отношение в семье неправильное отношение к жене к семье или к жене Ага, когда мужья... Да, 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 будьте, не будьте суровы, дабы не было вам препятствий. Здесь, наверное, можно будет, если мы таким образом пойдем строить проповедь, то мы, наверное, сделаем, ну, может быть, разные, ну, можно это оставить, а, скажем, как бы грех взять как общую тему, что грех препятствует, и потом сказать о разных моментах греха. Вот, допустим, написано в Писании, вот, кто не слышит бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. То есть, например, немилосердие... Сердие к другим, когда мы других людей не приемлем, это грех, и мы не слышим. Или неправильное отношение в семье, по сути, это грех. Вот таким образом выражается грех. Вот, может быть, еще какие-то виды греха, и мы покажем. И будет последовать на выражение какой-то темы... Есть какое-то нечистивое мерзостача Господня в Псалоне. Да, любая... Грех или отказ от Бога. И может быть тогда два пункта, а второй пункт может быть вообще наше состояние, не то что грех, скажем, отсутствие бодрости, лень, это как бы и не грех, но может быть другие. А там можно внизу суета, а внизу можно подпункты суета, лень. Да, 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 вот такого дела, как суета. Нет, это все все равно грех, разумеющему делать грех. Можно говорить о грехе, но иногда мы прямо не скажем, что буквально человек совершил какой-то грех, он ничего не сделал, хотя кто не делает, тому грех, как говорит апостодак, ну это уже грех. Давайте возьмем еще один текст, прежде чем закончить эту тему. Вот есть хороший текст, Матфея 6 глава, нет, 7 глава, вот евангелизационную проповедь, входите тесными вратами на эту тему. Вот какие пункты будут здесь, вы бы построили, вот исходя из текста, проповедь должна быть связана с текстом. Есть два пути. Да, о, хорошо, начинаем. С чего мы там начинаем? Широки врата и пространен путь. Подождите, еще до пути, что первое идет? Дорога. Выбор. Нет, ну я просто... А, тема выбора, хорошая тема, притратная. Давайте тему назовем выбор. Первое, что мы выбираем? Входите тесными вратами, ибо широки врата и пространен путь. Что мы выбираем, с чего мы начинаем? Врата. Врата. Двое врат, мы выбираем врата. Второе, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Тесные врата и узок путь. После врата что идет? Честные враты. Путь. Два пути. Мы выбрали врата, мы выбираем путь. Дальше. И многие идут ими, и немногие находят их. Что это? Что мы выбираем? Есть многие, есть немногие. Ну, скажем так, две толпы, ну, грубо говоря, две группы людей, с которыми мы идем. Мы выбираем, через какие врата нам идти. Мы выбираем, по какому пути нам идти. Мы выбираем, с кем нам идти. Или идти с немногими, что не всегда приятно может быть, или идти с толпой большой, что веселее нам надо. А в конце ведущие в жизнь и ведущие в погибель. Куда придешь? Результаты. Здесь мы уже не выбираем, по сути. Хотя это зависит от нашего выбора. И вот вам и анализируемая проповедь. Мы просто идем по тексту. Выбери двое врат, выбери два пути, выбери две толпы. И потом, как фокус такой, мы говорим, смотри на конец. Не смотри на начало. Начало блестящее, яркое. Все светится просто в огнях. Настолько все приятно. Смотри на конец твоего пути. К чему это приведет? Конец, жизнь вечная или погибель. И здесь мы в фокус такой, в фокус приводим. Мы не забываем о кульминации мысли, развитии мысли, кульминации мысли. О чем бы мы ни говорили, мы стремимся, в хорошей проповеди всегда, практически всегда будет вот эта кульминация, напряжение. Когда цветок полностью распустился, и мы привели это туда, куда хотели людей привести. Два результата. Итак, хорошо. Помните вот этих три мысли. Еще раз. Вот три мысли основных. Хороший план. Чем отличается хороший план? Вот мы уже этим занимались. Хороший план. Связь с Библией, единство, последовательность. Помните вот эти основные мысли. Как составляется и как должен работать план? Связь с Библией, единство, последовательность. Чем больше времени вы проведете в работе над планом, тем легче вам будет потом. Просто посидеть и все упорядочить. И на бумажке обычно очень хорошо видно. Когда в уме, так не заметно. Но когда вы напишите на бумажке, вы видите нестыковка. Нет параллелизма между пунктами плана. Нет ясности, последовательности. Нет развития. Нет какой-то психологической последовательности. И в плане вы очень хорошо это увидите. Когда план на бумажке или в компьютере, в файле стоит. Очень хорошо это видно. И тогда вы сможете уже распределить материал соответствующим образом. Итак, хороший план. Связь с Библией, единство, последовательность. Запомните это. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...